Валиканте или православная пасха Я сейчас стою на балконе в квартире мужа сестры моей жены, которая находится прямо над улицей, где будет проходить главное шествие этого праздника Можно сказать практически VIP ложе Конечно, это шествие привлекает не только истинных католиков но и туристов А я как раз один из них А шествие уже началось Я думал, это и все Уже даже расстроился Оказывается, парад будет длиться целую неделю Это была только первая волна. Обнаружил у Фернандо телескоп и уже вижу вторую волну. Каждый день в пасхальной неделе Симана Санта носит свой религиозный смысл и сопровождается особыми ритуалами. Каждый ритуал настолько красочен и интересен по своей сути, что про него можно снимать отдельный видеорепортаж. Все эти ритуалы и шествия организуют религиозные сообщества, так называемые нацаренус, братства, некоторые из которых формируются по территориальному принципу, например, район или квартал, или по приходу. Они ее действительно несут. Я сначала думал, что она едет на колеса. Они несут эту фигуру. Интересно, сколько она весит. А вот и сам Фернандо, хозяин квартиры, любезно пригласил меня к себе в гости, чтобы стать свидетелем такого зрелища интересного. Ну, ему особо не интересно, потому что он говорит, каждый год видит одно и то же. Он говорит, что он видит каждый год, то же самое, да? Да. И это за неделю. Да, за неделю. Всю неделю будет этот парад. Принять участие в самом шествии может далеко не каждый. Это весьма почетная обязанность. Поэтому среди тех, кто идет в процессии по городу, много уважаемых в округе людей. Это мэры города, прокуроры, ветераны, епископы, заслуженные артисты, актеры, художники и так далее. Мой друг Фернандо только и успевал мне указывать пальцем с балкона, с которого мы наблюдали за шествием, на этих высокоуважаемых людей в его правильном округе. Как видите, в шествии участвуют от мала до велика. Этой девочке, наверное, не больше трех лет. Она раздает зрителям конфеты, и ей, похоже, это очень нравится. А папа в своем непонятном колпаке ее вовсе не смущает. Да, забавная, конечно, картина. На пасхальной неделе у испанцев, да и не только у испанцев, думаю, у всех, кто празднует Пасху, принято возвращаться домой и навещать родителей. Поэтому нередко именно в эту неделю на улицах можно встретить знаменитости, живущих в других странах и вернувшихся к себе на родину для того, чтобы отметить Симана Санта. Один из любимцев публики Антонио Пандерас. Который старается каждый год приезжать в родную Малагу и по возможности или участвовать в шествии лично, или наблюдать за ним с балкона. Прямо как я сегодня. Участники торжества одеты в специальные костюмы, своего рода рясы, с высокими колпаками, скрывающими их лица. Причем эти костюмы могут быть самых разных цветов. Считается, что такая одежда позволяет участникам шествия проявлять скорбь по Христу и раскаиваться в своих грехах, не смущая при этом своими лицами окружающих. Некоторых туристов, кто об этом не знает, такая форма островерхих колпаков может ассоциироваться с американским куклос-кланом. И, наверное, даже пугает, чем вызывает сострадание. Но история тут обратная. Именно от выходцев из испаноговорящей католической среды те переняли свои костюмы, извратив при этом их суть. Парад Симана Санта и американская секта куклос-клан не имеют к друг другу никакого отношения. Официально Симана Санта начинается в вербное воскресенье, или как здесь его называют, в пальменное воскресенье, и продолжается до пасхального воскресенья, то есть длится целую неделю. Я же приехал в Аликанте на день раньше, причем сам того не планируя. Я узнал о том, что будет проходить это грандиозное празднование во время моего пребывания в Аликанте за день до вылета. Очень, конечно, обрадовался и захватил все свои гаджеты для съемки. Всю неделю бегал, снимал разные шествия. К концу недели у меня барабанная дробь уже сама по себе звенела в ушах. А когда я закрывал глаза, пестрели картинки этого красочного парада. Нет, реально интересно. Это вам не просто пляжная Испания. Приезжайте в Аликанте в апреле, не пожалеете. Это такое шоу всю неделю. В этом шествии важно абсолютно все. От убранства платформ или так называемых тронов, тронс, на которых выносят фигуры святых. До музыки, которая будет сопровождать шествия. И, конечно, наряды участниками. Поэтому организаторы все тщательно планируют заранее. Это просто грандиозное шоу. Даже за несколько месяцев до начала пасхальной недели по улицам и паркам испанских городов можно увидеть репетиции шествий. Барабанщиков, отрабатывающих ритм. И певчих, разучивающих церковные гимны. Вот вам масштаб испанского празднования пасли. На нашем канале TravelTube.ru вы найдете еще сотню похожих интересных видео. Просто в поисковой строке YouTube напишите TravelTube Испания вокруг меня. Ваш ориентир – наш смешной лиловый совенок. Подписывайтесь, ставьте лайки и узнавайте много интересного о жизни в Испании и не только. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова